Автор этого комментария задал очень хороший вопрос. Меня самого он одно время интересовал. Действительно, такая ситуация очень распространенная. И отношения в таких парах развиваются всего по двум сценариям. В первом случае у женщины есть любовник, а мужа она держит в качестве домашней обслуги. Секс с собственной женой у такого мужчины бывает раз в полгода, и то давай быстрее, я спать хочу. Во втором случае женщинам мужчине не изменяет. В Советском Союзе, где разводы порисались, такие пары, как правило, жили вместе очень долго. Вплоть до смерти одного из супругов, как правило, мужа. И на протяжении всей их совместной жизни женщина каждый день, как это говорится, пилила мужчину. Тем самым она ему как бы мстила за то, что ей приходится жить с тем, кто не вызывает у нее ни сексуального желания, ни любви, ни уважения. Ну а сейчас, когда развод стал обычным явлением, женщина просто уходит от мужчины. И тот процент разводов, который мы имеем по статистике, явно этому подтверждение. Ну и теперь, собственно, ответ на вопрос, а почему же так происходит. Я как-то даже спрашивал у одной женщины. Скажи, тебя не тянет блевать, когда ты лежишь с ним в одной постели, уже не говоря о том, когда он на тебя залезает? Ну, естественно, честно вам на такой вопрос ни одна женщина не ответит. Потому что для женщины признать, что ей приходится спать не с тем, с кем она хочет, это значит нанести очень серьезный удар по собственной самооценке. Как бы женщины нас не пытались убедить в своей абсолютной ценности и востребованности, женщина выходит замуж за того, за кого может. Но самое главное, что и сексом она занимается только с тем, с кем может. С тем, кто соглашается с ней спать. Поэтому женщины и живут с такими мужчинами, у них просто нет другого выбора. Может быть, она и хотела бы кого-нибудь более богатого, красивого, брутального, привлекательного, но только он ее не хочет. Вот ей приходится довольствоваться тем, кто на нее согласился. Нам говорят, что женщина считает для себя сексуально непривлекательными 80 или 90 процентов мужчин. И, скорее всего, это так и есть. Но при этом умалчивают, что у мужчин абсолютно такая же ситуация. 80 или 90 процентов женщин не вызывают у мужчины сексуального интереса. А после того, как смоют штукатурку, может быть даже и 95. Вот поэтому мы и видим такие пары, в которых мужчины мягкотелы, слезняк, а баба, говно. У них просто не было других вариантов. Продолжение следует...